Благословение отцовское 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 уже было 20, и мы вместе их собирали, и мы, конечно, особенно, которые немножечко в музыке понимаем, и в дирижировании, мы собирали большие хора. Мы пели вместе, мы проводили служение, потому что там 40, там 30, там 20. Портланд, Манчестер, Пивари, Спрингфильд, Провиденс. Приветствуем, брат Василий, страна одежда. Друзья мои, благословенное время, потому что мы хотели служить Богу. Машины, да, моя машина 400 долларов была, я не знаю почему, наверное, цены они были одинаковые, потому что тоже 10-летней давности была машина. Это было важно, особенно переездить, знаете, с Пивари в Манчестер, надо было хорошее, у нас был такой голубой вэн, мы пользовались вэном, купили вэн, весь ржавый, но он ездил, возил братьев и сестер, потому что мы хотели служить Господу, мы хотели поклоняться ему. И, конечно, был русско-украинский союз, в этом году мы отмечаем 100 лет, поэтому он был до нас, может быть, еще и нас, переживет, не знаю, но 100 лет это большое, большое благословенное время. И он помогал, всем нам помогал. И в этих небольших церквах, где уже собирались люди, братья устраивали там нашу бытность, друзья мои, и мы были все в служении. Я помню, когда-то с 94-го года у меня братья в союзе пригласили быть уже в братском общении, в комитете, как мы называли тогда, и говорили, ну, давай в союз тебя рукоположи, потому что мы все время ездили, мы занимались с братом Марьяновым координацией церквей в Новой Англии многие годы. Друзья мои, я как-то сидел недавно в своем офисе в Ашварде, размышлял в вечернее время, листал исторические моменты тех 90-х годов. Я находил такие удивительные листки, мы имели братские листки, и распространяли их там писали о нашей, ну, что происходит в поместных наших небольших церквах, удивительное время. И братья говорят, ну что же, надо рукоположить кого-то вот молодого, я тогда еще был молодой, вы же видели, и, а я говорю, нет, как же рукоположить вы, а церкви-то нет, будет церковь. Церковь руполагает, друзья мои, я даже председатель, я приезжаю в другую церковь на рукоположение только по просьбе по местной церкви. Я не снимаю, и я никого не ставлю. Не имеем мы права на это. Евангелие нам не дает такой возможности. И вот они, братья Гавриили, они говорят, будет церковь. И была церковь. В 94-м году там мы сидели и сделали вот это первое такое, как это обычно говорят, не установочно, а как-то такое, в общем, preliminary, учредительное, правильно, учредительное соврание наших братьев и сестер, и мы были вместе. И нам дорога даже не стоила так много. Конечно, когда начали приезжать и сюда, и к нам очень многие начали приезжать, мы решили сделать вместе как бы отдельное служение, но по обоюдному братскому согласию. Иногда я слышал, но в то время, сейчас уже нет. Вот, там чуть ли не разделились. Никогда разделения в этой церкви не было, потому что это великий грех пред Богом. Запомните, и никогда это не делайте, и не допускайте в жизни духовного тела Христа. Это самое страшное, что можно сделать. Поэтому мы в благословении сегодня вспоминали брата Волокиткина и других. Это для нас, это были менторы, это были наставники, это были братья, которые помогали и здесь служению, и там у нас, у нас в пиводе. Конечно, Господь говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Знаете, церкви имеют разные названия? Вифания, дом хлеба, Поррс Хаус, дом горшечника, там где-то в Каролане, по-моему, ну по улицам называют, там на плоту какая-то церковь, на поклонке, да? К какую церковь ты ходишь? На поклонке. А что это за церковь такая? Вот скажи, неверующий человек, на поклонку хожу, да? Нет, названия могут быть разные, может быть, и оно неплохо, хорошее отождествляют нас с Евангелием, с какими-то особыми местами. Но самое главное, Христос назвал нас с вами преодолевающая церковь. Церковь, которая все преодолевает, которую враг не может одолеть. Сегодня он старается это сделать и через детей, и через пожилых, через всех абсолютно, и через служителей, и через прихожан. Друзья мои, но Христос говорит, церковь преодолевающая. Псалом 118. Удивительные слова. Хочу прочитать и оставить вам на память. На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определению Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Все служит Тебе. У нас могут быть прекрасные программы, у нас может быть прекрасная воскресная школа, оркестр, хор, многое другое, друзья мои. Но самое главное, чтобы это все служило и направляло для созидания, не только лишь наставления. Я аж сплакнул, сестры пели. Прекрасная песня, которая нас ведет в прошлое, но заставляет смотреть в будущее. Удивительно, знаете, меня когда-то спрашивали, я был еще молодым, давно уже все, мы сейчас привыкли жить в этой стране, но когда-то спрашивали, неужели ты не скучаешь по Родине? Я говорю, скучаю. Когда музыку слушаю нашу, духовную, хорошую, русскую, скучаю. Ностальгия появляется, знаете, ностальгия. Но сегодня не надо ностальгировать, мы сегодня слушаем и радуемся благодати Божией. В этом году, действительно, я уже сказал, что мы празднуем сто лет. И прямо ли, косвенно ли, союз был вовлечен во многие служения наших церквей, которые сегодня существуют, особенно на восточном побережье. Поэтому мы приглашаем вас, пастор Дмитрий. Я так рад, что у вас пастор Дмитрий. Он когда-то бегал под столами. Ну, нет, он уже такой был подросточком, там, в Ашварде. Ну, слушайте, когда мы все делали вместе, для наших детей, мы ничего не делали для себя. Значит, я иногда себя ловлю на мысли, что это, ты приехал устраивать свою жизнь, хотя мне было 33 года. Мы приехали, чтобы служить Богу и устраивать жизнь каждого. Где-то в чем-то она, может быть, как-то не получалась. Особенно вот в служении у нас, вы знаете, в 2003 году произошли некоторые события в братстве. На всю волю Божию. Я знаю, что Господь силен, я знаю, Господь верен, я знаю, Господь велик. И мы сегодня приглашаем вас 28, 29, 30 июня. У нас в Ашварде будет праздник. Три дня мы будем праздновать и радоваться Господу. Поэтому приглашаем, потому что и ваша часть, особенно те, которые были в самом начале, они тоже приняли в этом очень активное участие. Евреям 10 главу, я хочу еще прочитать, с 19 стиха такие слова. Итак, братья и сестры, безусловно, братья и сестры, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, друзья мои, удивительные слова, которые Он вновь открыл через завесу, то есть плоть свою, придя на эту землю, и ради которого мы имеем это служение, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования, неуклона, ибо верен Божья верность обещавшей. Если бы я вам что-то пообещал и не исполнил, это было бы некрасиво, это было бы неправильно со стороны служителя. Но в жизни иногда случается. Но у нас есть тот, который верен. Когда-то Он уходил с этой земли, Господь наш, и сказал ученикам своим, и нам с вами, не волнуйтесь, я иду, чтобы что сделать? Приготовить вам место. Знаете, в половину не сказано мне. Верность Бога, Его величие и слава заключается в том, что здесь на земле Он приготовил для тебя и для меня место. Нам не надо ждать вечности, хотя мы должны ее ожидать и стремиться туда. Но место для тебя и для меня здесь на земле. Конечно, место в теле Его как церковь, вселенская, но также и поместная церковь. Пускай для тебя и для меня место в твоей поместной церкви будет твое место, которое ты знаешь не просто потому, что ты каждое воскресенье садишься на то же самое место, а потому, что ты тут нужен, потому, что тебя тут любят, потому, что тебе сострадают, когда необходимо, потому, что тебя поднимают, когда ты падаешь, потому, что здесь дом Божий и здесь место, и оно святое. И вот в этой святости и верности мы сегодня находимся и радуемся. И Ему слава, честь и поклонение. Я хочу вместе с вами просто помолиться и возблагодарить Бога. Помолимся, дорогие друзья. Господь драгоценный, верный, великий Бог, мы поклоняемся Тебе, потому что Ты делаешь историю. Это Твоя история, Господи. Мы маленькие-маленькие человечки в этой великой истории вечности. Мы благодарим Тебя, что Ты обратил на нас внимание. И Ты спас нас и оправдал нас ценой укропления крови Твоей. И сегодня Ты вверен, обещавший. Не только что Ты приготавливаешь нас на место там вечности, но здесь Ты любишь нас и помогаешь нам любить друг друга, быть нужными друг для друга, созидая тело Твое, Церковь Твою. Благослови Церковь в Манчестере, каждого брата и сестру, хориста, играющих на музыкальном инструментах, проповедующих, пасторов Господь и пастора Дмитрия. Благослови Господь эту Церковь, и да будет имя Твое прославлено в их служении, ибо это служение для Тебя, для нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Сына и Духа Святого. 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 Аминь.